Юлия Чернявскую освободили из-под домашнего ареста. Правда, она все еще остается обвиняемой по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила в своем фейсбуке ее дочь и даже опубликовала скрин их первого за долгое время видеозвонка. Евгения рассказала, что от накрывших эмоций она плакала и не могла дышать, так как для нее это было абсолютно неожиданностью без каких-либо предпосылок. К сожалению, Юлия не может комментировать и отвечать на юридические вопросы из-за статуса, в котором все еще находится. Напомним, вдову основателя Тутба Юрия Зисера задержали 18 мая 2021 года в рамках уголовного дела начатого против портала. К ней домой пришли с обыском, на котором женщине стало плохо и ее под конвоем отвезли в больницу с гипертоническим кризом. После чего почти трое суток было неизвестно местонахождение задержанной. Позже из ДФР адвокату сообщили, что Юлию поместили под домашний арест. Оттуда с внешним миром писательница могла общаться только через своего адвоката и дочь. Вслед за норвежской Яра расторжение контракта с Беларуськалием заявила Литовская железная дорога. Уже 1 февраля соглашение о перевозке белорусского калия через Литву будет приостановлено, поскольку оно не отвечает интересам национальной безопасности этой страны. Однако на практике сделать это будет куда сложнее, ведь заявки в ЛТГ Карго на перевозку белорусских удобрений могут подавать и другие компании, которые не числятся в санкционных списках. Проще говоря, помимо ЛТГ транспортировкой калия через Литву может заниматься и другая компания-перевозчик, при этом использовать инфраструктуру литовских железных дорог. Кроме того, заявка на транспортировку удобрений может поступить не от самого Беларуськалия, а от сторонних компаний. А так как Литва присоединилась к международным соглашениям, на основании которых существующие или потенциальные клиенты могут основывать свои заявки на перевозку белорусских удобрений, для отказа в этом у ЛТГ Карго должны быть веские правовые основания. Компания обещает проконсультироваться с литовскими чиновниками, что делать с новыми заявками на транспортировку белорусского калия от сторонних компаний, если они поступят. Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос журналистов о том, готова ли Россия взять на себя транспортировку калия из Беларуси. Однако подчеркнул, что Беларусь российский партнер, которого Кремль никогда не бросал и не бросит. После этого Путин, встречаясь с гендиректором Уралхима, заявил, что российские компании могут прилично заработать на удобрениях. Есть вероятность, что белорусские удобрения будут поставляться в Европу под видом российских. Государственное значит ничье и значит можно украсть. Именно такого принципа придерживались военнослужащие ГРУ Беларуси Алексей Дудыкин и Дмитрий Дунай. Согласно новому расследованию Байполова, мужчины были командированы в Польшу для слежки за белорусами. Только вот подобного рода разведки обходятся государству в очень большую сумму. Одни только суточные стоят 65 долларов США, а расходы по найму жилого помещения в сутки 150 долларов. Учитывая, что жизнь в Польше не настолько дорогая, так называемые разведчики знатто набивали свои карманы за счет государственной кубышки. Вот только вывезти такую сумму обратно в Беларусь им так и не удалось, потому что на границе их задержали по подозрению в финансировании протестной деятельности в нашей стране и даже предположили, что польские агенты переманивали их на свою сторону. В страхе быть обвиненными в государственной измене Дудыкин и Дунай признались в краже денег, ведь за такое в нашей стране могут и простить. Главное, чтобы Лукашенко любили и почитали. В свою очередь в Байпол заявили, что располагают данными всех силовиков, в том числе находящихся за границей. Поэтому имена сборщиков данных для режима продолжат публиковаться, что послужит фундаментом для возбуждения против них уголовных дел. В то время, когда IT-компании закрывают офисы и вывозят из страны остатки своего бизнеса, в Беларуси может появиться Министерство цифрового развития и связи. Этот очень важный вопрос обсуждался на завещании Лукашенко с членами совета. Диктатор заявил, что нужно повышать свое благосостояние через серьезный подход к развитию цифровых технологий. Вот только забыл упомянуть, что развивать их в Синеоке уже некому. Но по заявлению Лукашенко нужно работать наперед. Похоже, в его понимании это значит, что сначала нужно создать министерство, потом уже и надобность в нем. Вот только нагрузка за его содержание ляжет на плечи и без того скудного и дырявого бюджета. Напомним, что в стране уже есть 24 министерства, которые не очень эффективно справляются со своими обязанностями. К слову, в России всего 16, а в ненавистных Польше и Литве 20 и 14 соответственно. Видимо, диктатор забыл, что победа не в количестве, а в качестве. Да и надо же куда-то пристроить очередную партию бывших силовиков. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали подробности по скидкам на социально значимые товары, которые 17 января должны ввести крупные магазины. Правда, закупиться на год вперед не получится. Будет установлена максимальная сумма на покупки, равная бюджету прожуточного минимума. Сейчас это 288 белорусских рублей. Подписанные соглашения объясняют необходимостью оказания адресной поддержки уязвимым слоям населения и нивелирования неблагоприятных последствий внешних факторов. Ранее мы уже рассказывали, что 16 торговых сетей якобы добровольно поддержали эту инициативу и согласились оперативно внедрить в свою работу систему данных скидок. Среди них Евроопт, соседи Санта Ритейл, Грин, Корона и Алми. На скидки в них могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные. Для этого на кассе нужно будет подтвердить свою принадлежность к данным категориям населения, предъявив удостоверение или справку. В список же товаров по сниженным ценам попало далеко не все самое необходимое. В нем можно найти некоторые молочные продукты, муку, каши, хлеб, макароны, яйца, консервы, масло, сахар. Также туда включили яблоки и овощи первой необходимости, а из мяса говядину, свинину и курицу. Стоит, правда, отметить, что в списке полно уточнений. К примеру, овсяные хлопья должны быть без вкусовых и других добавок. Вот уж точно не разгуляешься даже на старости лет. Друзья, сегодня в 20.00 на нашем втором канале Маланка Лайф подключайтесь к ток-шоу «Народ спросит», во время которого попытаемся узнать, насколько страшен скорый отказ норвежской компании Яра сотрудничества с Беларуськалием, как белорусов будут учить любить родину и зачем режим пытается спаивать население. До встречи в эфире и Живи Беларусь!